Итак, всем привет, с вами Дубгай, и мы продолжаем играть за Германией в World of Blaze. И, наконец-таки, настал этот день. Настало время атаковать Советский Союз. Взлабываем, нажимаем кнопку операции, она дает минус 20 потерь организации при движении, минус 40% потребления припасов, плюс 10 восстановления, плюс 20 урона авиаштурмовой атаки, и плюс 10, просто еще сверху бонус атаки против Советского Союза на 3 месяца. Началось. Поехали. И начались битвы одновременно, почти что на всем фронте. Замечу, что и защитные, и наступательные, причем всего-то я вижу тоже наступательные, но сюда я не атакую. Здесь сюда, видите, наступают всякие венгры, румыны. Пускай наступают, я буду не против. Самое интересное у нас вот здесь вот происходит. Наши тяжелотанковые дивизии вступают в бой. И вот их статы. Просто посмотрите, это мы еще через Дреку атакуем. Минус 7,5. Кстати говоря, очень жестко мы снизили этот дебаф. Это еще не наша финальная форма, у нас еще будут инженеры, у нас еще будут танки получше. В общем-то, просто дикий ужас. Давайте посмотрим, что случается с этими дивизиями. Они просто испаряются. Просто буквально за 3 часа с этой потеряли 55 тысяч людей погибшими. Мы же потеряли 680. Ну, сейчас я, собственно говоря, буду кучу всего контролить, поэтому продвигаться мы будем не слишком быстро. Но зато я буду стараться делать это с минимальными потерями. Ну, как не слишком быстро? Относительно. Все еще, я думаю, достаточно быстро. Я постараюсь за эти 3 месяца дойти до Москвы, но там как получится. Самое любопытное, что советы взяли фокус вот этот на 35 дней, то есть вот эти фокусы они не возьмут другое время. Вот, кстати говоря, фокус они в теории могут сейчас взять. И видите, здесь нужно, чтобы их было меньше 5% капитуляции. И сейчас это так. И они воевали с мажором. То есть они в мирное время это не могли сделать. Это предполагает то, что вы, типа, смогли отбить атаку Германии, но вы только-только напали, поэтому немножко по-другому это все работает. Они смогли вот это все сделать до войны. Хотя так они это не должны успевать. В любом случае, началось. То есть Германия нарушает факт молодого Риббентропа. И, ну да, мы, конечно, чувствуем себя просто шикарно. Просто жутко выглядит наши все дивизии. Их потери просто, ну, поражают воображение, я не знаю. И просто происходит вот такая ситуация. Начинается бой, там стоит миллион дивизий, но они не успевают зареинфорсить. И мы уже первое окружение будем делать сейчас вот это вот. Параллельно. Все тут подконтроливаем и потихоньку-потихоньку двигаемся дальше. А вот и у нас корабли вот сюда дошли. В чем фишка? У меня вот здесь вот еще стоял приказ. Из-за этого они там патрулировали, а не здесь. Но сейчас мы доходим до сюда и делаем вот такой приказ. Будем штурмовать сразу Крым. Ой, вы же помните, у нас еще здесь войска даже были. Давайте не будем стесняться и здесь тоже будем проводить атаку. Итак, первое окружение вот здесь вот готово. Будем его сейчас потихоньку добивать. Вот таким вот, я думаю, образом, не хитрым. Также у нас вот здесь вот сейчас будет готовое окружение. И я думаю, мы вполне себе успеем здесь вот тоже подокружить войска. Да и вот здесь вот тоже вырисовывается некоторое окружение, я думаю. А вот и вылезли. Что делаем наши? Давайте делаем вот так и подождем, пока пролагает. Итак, здесь ребята высадились. Севастополь, кстати говоря, без прикрытия. Эти остаются здесь, ребята. А эти, конечно же, спешат занимать всю территорию. Вообще, на самом деле, им можно сразу и проходить дальше. Здесь еще микроокружение тоже получилось, но там где-то 20 с чем-то дивизий. Врагвай советы призваливал. И да, здесь вот тоже получилось окружение. Будем мы его добивать. Пожалуй. И здесь тоже, как я и говорил, получилось окружение. Теперь только, знаете, что будет сложно войска перегруппировать корректно. Но в целом, пока что нападение полный успех. Что битвы проходят вот так. Начинается битва. Проходит несколько часов. Несмотря на то, что там огромные резервы, они просто не успевают все заринфорсить. А там уже у нас пути отхода, можно сказать, обрезаны. А нет, слушайте, успели. А вот и мы ликвидировали одно из окружений. Здесь тоже потихоньку сейчас будем этим заниматься. И так, у нас этот ивентик. Немцы входят в Балтику, я так понимаю, да? И смотрите-ка, нас приветствуют здесь. Ничего себе. И 15 комплайенсов мы получаем за это. Слушайте, знаете-то, что на фоне этого можно немножко законно заменить, я думаю? И просто посмотрите, сколько мы от боев, от всего набрали разведки. Мы взломали их, набрали разведки. От разведчиков мы тоже получили. От боев, от воздушной разведки. Короче говоря, мы просто полностью видим, что у них происходит. И падение Севастополя. Забрали мы полностью полуостров Крым. И сейчас соединяемся с нашей основной армией. И здесь тоже ликвидировали окружение полностью. Погибло еще большое количество советских людей. И что по потере? Мы же 2 миллиона умерло в окружениях буквально за 2 недели. Мы же потеряли всего 62 тысячи. А вот здесь еще одно окружение получилось. Очень приятно, я бы сказал. Параллельно сниму он еще одно на 9 дивизий. И, в общем-то, армия огромная, но они все просто попадают в окружение и не успевают реинфорсить. Слишком уж мы наносим много урона. И вот мы входим в Украину. Тоже очень оперативно. Уже 5 июня. Всего лишь 16 дней. Сначала 16. 90 было. Ну да, 16 дней. Подожди, 26. Нет. 16. А, ну да. Возможно, я им так подсчитал, когда мы начали. Мне кажется, я 15, возможно, чуть позже начал. Окей. В общем-то, зашла с ней 3 миллиона потерь у Советского Союза. И 80 тысяч у нас. Я считаю, нормально размер. Кстати говоря, от Венгрии 300 тысяч. Так что не только мы. Не только мы здесь были полезны. Стоит признать, что Венгрии тоже свое вносят. И, господи, сколько здесь танковых дивизий, окруженные в горах. Эх, прелесть. А тут теперь флот, собственно говоря, советский. Без баз практически остался. Мы сейчас его убьем отсюда. Отлично. И здесь мы полностью ликвидировали окружение, освободив еще одну армию. Периодически вот так вот они освобождаются, и надо их переназначать куда-то. А вот и добиваем мы вот это окружение новое. Как, конечно же, приятно все это окружать. А никогда ты защищаешься, и не знаю, что делать против Германии. И, честно говоря, я знаете, что вижу? Я что, почти все харами уничтожу. Я сейчас добиваю это окружение, ну и тут осталось 2,5 миллиона из, как вы помните, почти что 6. Если посмотреть на фронт, ну я почти нигде не вижу дивизии. И это мы тоже, в принципе, можем окружить, попробовать. У нас здесь легкие танки, у нас все шансы на это есть. И вот окружение исчезает. Давайте полностью используем все наши силы вокруг. И больше 30 дивизий тоже испарилось. В мгновение ока, 4,2 миллиона потерь. Регулярная армия сейчас нам... О, мы потеряли часть разведки, видимо, да, взлом прекратился. Ну, придется перезламывать для 400 дней. Я думаю, мы капнем их до этого, надеюсь. Что поделать? Из этого мы хуже видим. Все еще видим более-менее. Но надо 70% так. Надо переставлять авиацию уже, потому что мы совсем сменили регионы. Небольшое окружение вот здесь вот. Тоже наш танк здесь успел прорваться, потом выбить порт. Тоже удаляем там дивизии. Она, кстати говоря, вот здесь вот штурмуют тяжелотанковые дивизии. Серьезно, мы их не пробиваем. Только возброни 60, а моих ребят сколько пробития. Так, покажите, пожалуйста. 50, маловато, маловато. Ну, они просто не переворвались достаточно. Нет смысла укреплять наша дивизия. Там нужно просто лучше укрепиться. Так, а вот этим лучше отойти. Хотя, вообще, я думаю, они смогут удерживать и такую территорию. Честно говоря. Просто нужно, нужно прессу с авиацией добить. Авиеты подрывают краснодарское топливо. Нам нужно успеть занять Краснодар. Вообще, это реально сделать очень быстро, я думаю. Черепное окружение, но в этот раз совсем небольшое. На четыре дивизии. Я бы сказал, даже уже не заслуживает внимания на фоне других. Вот здесь вот тоже, возможно, что-то получится окружить. У меня скачалось топливо, но я решил, что пора поделиться с нами топливом. Нашим варенеткам. И вот так у нас внезапно с топливом все отлично. И это я еще технии не докачал. О, у нас, у нас, к нам, точнее, присоединяется ласа теперь. Да, давайте, нам еще какие-то юниты создадут. Ну, честно говоря, вот это уже не сильно интересно для нас, да. Ну, давайте-то создадим какую-нибудь фигню вот здесь вот. И они пускай будут оборонять какой-нибудь городок. Не сильно больше. Я не думаю, что нам эти войска понадобятся, а припасы на линии фронта нам нужны. Вот и все. Так что вот так. Параллели мы здесь везде наступаем и на севере, и в центре потихоньку стараемся. Хотя здесь приказы не хотят автоматически исполняться. Я видите, я галочку, точнее, стрелочку уже нажал, чтобы они плюс-минус сами старались атаковать. Но, ладно, они все еще не хотят атаковать, приходится побольше метрить. Блин, как удобно иметь вот эти штурмовики, надо очень запомнить. Потому что у них радиус, просто посмотрите, вот такой вот огромный. И, ну, как я понимаю, это прокаченные, и это не изначальные. Но эти ударные бомбардировщики просто шикарные. У них и статы супер, и и дальность супер. Очень помогают. И потихоньку мы подходим к трем основным городам. Сталинграду, Москве и Ленинграду. Причем в Ленинграде мы уже можем, по-моему, оказаться. Если я не ошибаюсь. Я просто не уверен, сколько здесь провинций. Но да, судя по всему, мы сейчас возьмем Ленинград. И под Москву мы тоже подходим. Параллельно здесь окружаю некоторые дивизии. Их ликвидируя. Потери все увеличиваются и увеличиваются. Другой вопрос в том, что они конечные. В том смысле, что они не могут бесконечно их спавнить. То есть, ну, они, возможно, что-то обучают в резервах. Да, но они теряют кучу снаряжения просто в этих боях. Так что не думаю, что слишком много. И, ну, они не берут дивизии ниоткуда. Они у них кончаются, и в один момент реально закончатся. То есть, это потери все, что я уничтожаю вот здесь вот. Что на поле боя. Они не реинфорсят ничего. И из-за этого Мэн Пауэр у них фактически не так, что сильно и кончаются. В запасе. На поле боя он уже почти закончился. И да, мы взяли Ленинград. По-моему, мы должны были выполнить миссию. Да, так и есть. И ивент выскочил. Падение Ленинграда. Отлично. Отлично. Теперь, пожалуй, добьем вот эти войска. И сможем переключить наши северные войска на центр, я думаю. А вот еще раз произошло падение Ленинграда. Любопытно. Два раза. Возможно, из-за того, что мы полностью оккупировали, не знаю. В общем-то, еще одна победа для нашей Родины. А, на юге. Мы уже захватили Сталинград. Я даже что-то не смотрел. Но я просто отправил туда легкий танк. И они успели дойти до этого города. Отлично. Следующая на очереди Москва. До конца операции проброса СССР за 35 дней. И я думаю, мы успеем занять и Москву до окончания бафов. Видите, у нас пехота реально не успевает просто за движением фронта. Плюс еще фронт постоянно ломается. Но это классика. Так что надо самому периодически здесь менять немножко направление движения. И да, мы успели здесь вот... Нет, или не успели, не очень понятно. Как будто успеваем, но как будто не успеваем. Нам бы успеть занять вот эту территорию. И вроде мы в этот раз успели. Да. А значит сейчас мы пойдем делать вот так, я думаю. И вот так. И я думаю, на этом эти войска испарятся. Да, отлично. Ленинград полностью к нами контролируется. И угрозы контратаки там просто нету больше. А у нас в ТЛУ подготовились еще пять наших шикарнейших танковых дивизий. Тяжелых танковых дивизий. Давайте-ка так. Подождите, пять, четыре. Извините, четыре. И нам бы, знаете, что сделать? Нам бы что, еще одного генерала? Нет. Нам бы, конечно... Немножко с этими переопределиться, я думаю. Было бы получше. Ну и да, мы смогли кое-что сделать. Отлично. Роллантку дивизий все больше и больше. Шикарно топливо только просто сгорает. Я не знаю. Есть вот такое. Надо, пожалуй, закупить у всех наших марионеток все, что у них есть. А вот и оно. Падение Москвы. Наша тяжелых танковых дивизий успела от вас забежать. Прюгали, но все еще нету. Я хочу, знаете, что сделать? Посмотрите, сколько здесь до фокуса... Ну, если там вообще... Посмотрите, приказ 1027 уже есть. Это другое. Посмотрите, это... А! Я понял. Они даже не пошли, что ли, в... А, нет, ну, смотрите, видим. Видим, что они взяли уже, но не видим, что они делают сейчас. Но по духу я уже понимаю, что они делают вот этот фокус. Прекрасный, да. Вот этот. Прикольно. Так что они уже взяли вот этот фокус, но все еще не взяли никакой другой. А уже потеряли все свои три основные города. Нам, конечно, все еще шагать и шагать, как говорится. Но... Но... Как сказать? Наша победа уже предопределена, я считаю. У меня появляется желание перегруппироваться кое-как, но я думаю, оставим это на зиму, когда наше наступление, скорее всего, несколько замедлится. Ну, или вообще остановится, честно говоря. Ну и фронт все движется и движется. На самом деле, очень солидно мы уже пропушили. И здесь, на юге, тоже начинаем Кавказ собирать. У нас еще 17 дней Барбароссы есть. И вполне вероятно, что я успею здесь вот-вот захватить еще и Кавказ вместе с этим за этот промежуток. Можно было, я чувствую, пропушить и побольше, если контролить получше. Да, либо если автопланом, возможно, идти. Но автопланом с намного большими потерями. Единственный минус... От нашей расходы топлива. Просто посмотрите на это. 52 тысячи наша армия тратит. Вот цена такой качественной армии. На самом деле, у нас вот эти ребята в пустую кучу топлива потратили, да? Надо им останавливаться бы. И воздух, на самом деле, тоже. Тут некоторая часть в пустую летает. Но, допустим, это все еще не такие огромные расходы, как у армии. Просто посмотрите на эту жесть. Мы получаем 62 тысячи, а армия расходует 50 тысяч. Ну, я думаю, надо просто техи докачать и еще побольше купить топливо. Ну и плюс мы сейчас сможем вот здесь вот качать нефть. Кстати говоря, в Краснодаре успели они подрывать. Да, успели. А здесь пока что еще нет. Надо побыстрее сюда. Я думаю, вполне себе мы сможем отсюда тоже получить достаточно топлива для нас. А вот мы можем. В 180 дней это будет происходить. Ну да, надо уже начинать, чтобы побыстрее восстановить. И после этого мы восстановим... Точнее, ну да, восстановим здесь производство топлива, получим себе дополнительные ресурсы. О, и они пошли в Грозном саботировать топливо. Ну, кстати говоря, Грозное там мы точно сейчас заберем. А Краснодар... Ой, точнее, Азербайджан. Ну, вроде тоже должны успевать туда. Поехали. И Грозное, они не успели убрать, слава богу. Хотя... Блин, у нас проблемы со сталью имеются. И проблемы с нефтью имеются. Мы получаем отсюда всего 9. Давайте, наверное, знаете что? Сделаем вот так. Что мы здесь получаем у эту нефть. И, блин, что-то как-то прям, да, не хватает. Ну, я уже качаю техи. Надо было, на самом деле, раньше это прокачать. Я не так предчувствовал эту потерю топлива. Да, все-таки, ну, какая-то безумная она у нас. 50 тысяч. 50, господи. Просто от наземного. 20 тысяч. Воздушные. Может, действительно, что-то на потере топлива минус, кстати говоря. Надо поискать. И я, кстати говоря, не нашел. Но вот на флоте, по-моему, такое точно есть. По-моему, я точно... Да, на Велфилл Консапшн есть. А, есть. Подождите, вот оно. Минус пять процентов. Должен чуть-чуть спросить, но с армией, по-моему, уже такого нету. Ну, да, есть только повышение сопла концепшн, но это не подходит, очевидно. Так что давайте берем здесь палитку, которая я хотела ретонулить. А здесь, вот видите, вот отсюда плюс 10 потребление топлива. Но топливо на сопла, я думаю, менять есть смысл, потому что сопла, это прям супер душка топлива. Хотя бы ладно, как-то туда-сюда как бы еще можно пережить. Но я знаю, что можно попробовать попросить. Поискать у этих ребят у самих топлива, у них вполне себе может оно быть. И нет, все нам отказывают. Ни у кого нет топлива. Или они считают, что у нас его... Так, о, ничего себе, что здесь висело. Или они считают, что у нас его достаточно, видимо, второе. Потому что у них-то топливо, я знаю, что есть. Есть, прячут. И вроде мы почти что достигаем нормального момента. Да, падение Баку. Начинаем здесь тоже строить топливо. Точнее, строить инфраструктуру. Ну, в принципе, строить топливо в каком-то смысле. И вроде наши нефтяные запасы спасены. И начинает складываться ощущение, что мне надо как-то уже реорганизовывать нашу армию. Потому что вот на севере у меня куча войск. На центре средненько, а на юге вообще нифига нету. Хотя я бы хотел примерно, наверное, обратную ситуацию. У меня, честно, на юге врага есть какие-то силы, на севере вообще их нету. Поэтому надо немножко здесь что-то подреганизовать. Но пока все еще не буду делать что-то глобального. Не буду все еще переделывать фронт. Потому что у нас все еще идет атака. У нас, по-моему, все еще должен работать план. Или я ошибаюсь. Да, ну еще восемь дней. Ну и плюс пока что еще лето. Пока лето, пока нормальная погода, так сказать, надо атаковать. А теперь давайте отвлечемся на другой фронт. В Японии по-прежнему ничего не происходит. Благодаря тем временем умер царь Борис. И они тут будут, видимо, кто-то еще нажимать сюда, наверное, не знаю. А в любом случае мы все ближе подходим к Уралу. Мы уже, по-моему, касание должны были брать где-то здесь. Вот здесь. Но пока еще не взяли. И задаю себе вопрос, насколько жестко будет пушить до самого конца. Надеюсь, не слишком. По потерям, конечно, у нас все прекрасно. Всего 300 тысяч на 6 миллионов. Плюс еще 1 миллион от наших союзников. Был внесен очень-очень больно. И последствия не заставляют себя ждать. Себя ждать вообще. Кстати говоря, 84 тысячи моторок здесь вот видите. Это потому что 50 тысяч им дает просто так игра. Ну, этот мод. Я думаю, рано или поздно экономика у них рухнет. И варсаппорт уже начнет падать. Но это вопрос, я думаю, месяцев. Многих, наверное, еще. Не такой, что и быстрый. Да, здесь уже вот так поставлено. Возможно, они еще повысит. Здесь ультрамобилизованная экономика тоже жестко душит. Ну, посмотрим. Ну, я верю в то, что варсаппорт начнет скоро падать. А? Это реально? Блин, это реально? Вот реально. У меня одна армия освободилась. Что ж, пойдет сейчас ликвидировать это недоразумение. Но я даже не понял, что это за фигня получилась. Честно говоря. Уже подходит сентябрь. Потихоньку будет наступать зима. Но у нас продвижение идет отлично. Я думаю, мы даже сможем к зиме немножко перегруппироваться. И вообще продолжать наступление зимой. Посмотрим, как что будет проходить у нас. Но мы переходим в самый север. А тут, конечно, зима наступает прямо рано. А вот насчет уходит я даже не знаю. Так. Все говоря. Сюда. Да. Мы вступили в войну. Наши войска туда едут. И, конечно же, наши марионетки не смогли не восприниматься в моментом. И засрали нам полностью интерфейс своими призывами к войне. О, с новой политкой мы, в принципе, можем позволить себе еще один рейхскомиссаря. Давайте Центральную Америку. Наконец-таки. Да. То, что они все стоят так много политки, конечно, не очень приятно. И вот он и появился. Дудли Элли какой-то у нас там правит. Анти-демократ. Антикоммунист. Молодец, короче говоря, для нас. Здесь, кстати говоря, сегреваться остается. А здесь еще и уникально вот эти два остаются. Мультификаторы любопытные. И Бот нашел какие-то там секретные щиты. И у него осталось 46 усталости экономики внезапно. Ну, короче, как обычно. Любит Бот читерить, но ничего. Мы справимся. И вот зима наступает. Снег выпадает, но пока что еще модификаторов нет. Скоро, я чувствую, будут. Но надо занять побольше то в снабжении к этому моменту. Хотя вообще, апельсинно говоря, ну, мы уже победили. Нам осталось только добить нужное количество градов для капа. И начинаем здесь вот тоже, собственно говоря, ребяток душить. Надо эту революцию на корне останавливаться. Кстати говоря, вот этих никто не прислал, ребят. Ну и ладно. От нашей авиации наша армия справится без проблем. Ой, тут еще и в Мексике что-то началось. Тоже неприятно. Надо тоже отправить ребятами. У меня тоже есть свободная армия на это дело. Я хотел не буду долго, но то поделать. И мы уже проходим Уральские горы. Подходим к Челябинску. У нас снова есть политка. Значит что? Значит мы нажмем себе еще один Рейск-Комиссариат. Это будет Канада. И на самом деле можем еще нажать Рейск-Комиссариат. И, пожалуй, это будет Кавказ. И, наверное, какая-нибудь Украина. Потом Московия. Каз. Ну и на самом деле, знаете, что фронт примерно остановился. Кроме южной, наверное, части. Я думаю, это пора нам реорганизовать его. Можно спокойно на это потратить время. Все равно он очень мало движется. Можно спокойно все сделать нормальным. И уже к весне, я думаю, мы полностью добьем и уничтожим Советский Союз. И пока тут у нас зима, мы стоим, особо не двигаемся. Здесь немножко на юге, где нет сопротивления, продвигаемся. На севере тоже, где здесь не особо сопротивления, много продвигаемся. Но в целом не сильно. Я решил убрать туман войны, чтобы вообще показать вам, что сейчас происходит в Советском Союзе. И, в общем-то, тут очень забавная ситуация получилась. Они не могут сделать себе вот эту штуку, которая, ну, в общем-то, и помогает Советскому Союзу выиграть. 25-20% скидка на все, это просто, ну, очень сильно. На авиацию он там 10, на танки минус 25, то есть, ну, просто безумно сильная. Безумно сильный баф имба. Но, так как они не контролируют Москву уже, да, они не могут передвинуть свою промышленность. И, следовательно, они не могут включить вот эту штуку. Они не могут себе добавить еще манпауэр. Они не могут себе в Челябинске настроить военных заводов. И это, блин, забавно, но так уж вот получилось. Они вместо этого брали себе фокус на противофашистскую политику. Ну, блин, нереальная политика получилась. Вот, делают они уже себе штраф-батальоны. И вот такая у них ситуация с армой. Помните, 6 миллионов она была на начало войны. Но немножко-немножко потеряли. Примерно 8 миллионов, 8.3 миллиона они потеряли за эту войну. От нас напрямую 7 миллионов. Мы же потеряли 500 тысяч от них. Кстати говоря, два человека убили парагвайца. Видимо, не знаю, в посольство ворвались где-то там. И сделали какой-то акт войны ужасный. Так вот. И да, у них почти не осталось войск. 89% они заполнили, если говоря, неплохо. Монпавера у них тоже немного. В запасах у них тоже очень мало. Я думаю, они будут еще раз мобилизовываться. Но при этом осталось все еще 54%. Все еще не такая уж и большая. Авиации у них на самом деле очень много. То есть, ну, если бы они все это могли развернуть куда-то нормально, то толк бы от этого некоторых был. Но дело в том, что, судя по всему, у них просто есть авиабаз практически нет. Вот раз, два и, наверное, все. Ну, вот три здесь. И они все... А, ну вот здесь видите, 3000 самолетов. А бот, видимо, не может додуматься их оттуда убрать. Я подозреваю, что дело вот в чем. Ну да. Кстати говоря, тем временем Япония пошла уже вот сюда по фокусу. Кстати говоря, она может сюда пойти. А, видимо, там какой-то Китай коммунистический стал великой державой. Я надеюсь, что они дойдут вот до сюда. И нападут на Советский Союз. Потому что иначе мне придется очень долго его еще душить. В теории, тут у нас есть возможность мира через решение. Но я подозреваю, что... Где-то... О, нет, она у нас уже доступна. Вопрос, хотим ли мы это нажимать? Хотим ли мы это нажимать? И, блин, я думаю, вообще, да, давайте на всякий случай сохранимся. Ну и решение сделаем после того, как увидим, что это за мир. Так, мы нажали его. Давайте еще рейхском сириат создадим параллельно. И надо еще немножко... О, скорее можем украинское зерно себе забрать. Один ТНП, прикольно. Ну ладно. Так вот, еще одна Остлайн. Там 50 политки нужно будет, но это попозже. И я нажал мир с советами. Что-то произойдет после этого, я надеюсь. Ну да, мы же нажали. Будем ждать. Кстати говоря, создание рейхском сириат немножко затроллило... В единственном жене Советского Союза. И так как я разлагал, я полагаю, что да, что-то происходит. И вот, мир произошел. Кстати говоря, рейхском сириаты сами создались. Черт возьми. Они политку, получается, мне не вернули, а рейхском сириаты создали. Какой ужас. И вот такой вот произошел мир. Кстати говоря, там все еще Сталин правит. Любопытно. Да, все, мир произошел. Непонятно, кто это. У тебя юнита... Нам кого-то юнита еще заспаунили. Вот здесь вот. А? Очень странно, но допустим. Ну что, я считаю, что это можно считать победой нашей страны. Мы покорили Запад. Мы покорили Восток. Везде теперь там наша администрация. Советский Союз там остался на Урале. Но фактически у них не осталось ни населения, ни промышленности. Да, так что я считаю, что они там уже ни на что способны не будут. Плюс вполне себе мы можем продолжить войну после с Японией, когда Япония разберется с Китаем. Либо мы, не знаю, переменим наше настроение и начнем поддерживать Китай. Потому что Япония, судя по всему, ну, ни на что уже не способна. В любом случае, порождение, я думаю, на этом можно считать законченным. Вышло оно достаточно приятным, я бы сказал, интересным. Статы наших танков, конечно, просто поражают воображение, я бы так сказал. И это еще не финал, там еще есть Тигры вторые, еще Пантера покруче. Конечно, да, немецкие танки здесь очень жесткие, если до них дойти и если их успеть произвести. А на этом все, с вами, ребят, Пулдопгейм. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Заходите в группу Дискорда, на нее тоже ссылочка есть в описании. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok